Когда-то красивый и ухоженный центр культуры поселка совхоза имени Ленина в один день превратился в строительные руины. Без предупреждения. Рабочие приехали и начали ломать пол, вырезать трубы, с петель срезать двери. Сотрудники центра культуры не отрицают. Капитального ремонта ждали, но изначально он был намечен на 2023 год. Сейчас же нет ни проекта, ни сметы. С управлением культуры администрации Ленинского округа ничего не согласовывалось. Налицо самоуправство владельца здания, бывшего директора ЗАО совхоз имени Ленина Павла Грудинина, который долгие годы сдавал это помещение в аренду администрации муниципалитета. Потом аренду не продлил, но и договор не расторг. А значит, по закону администрация имела все основания продолжать эксплуатировать здание. Буквально позавчера Московский областной арбитражный суд отклонил полностью иск оздоровительного центра ЗАО совхоза имени Ленина, Центр культуры поселка совхоза имени Ленина в отношении выселения нас из этого здания. В ближайшие дни будет рассмотрен наш встречный иск к оздоровительному центру ЗАО совхоза имени Ленина по поводу владения и пользования данным зданием. Ну и вот, видимо, как вот такой вишенка на торте, к тому, чтобы не дать нам возможности здесь работать и жить, помимо того, что отключили электроэнергию, вот теперь начали долбить пол. Сейчас территория полностью огорожена забором. Попасть внутрь почти невозможно. На входе чуть ли не сцепкой стоит компания накачанных охранников, которые прибыли сюда вместе с рабочими. Часть дверей в здании отсутствует. И это в то время, когда внутри установлено дорогостоящее оборудование. Дорогое оборудование именно концертное. Да, концертное оборудование именно наше. Один из лучших в Ленинском городском оккупе роялей находится у нас на сцене. Дорогие инструменты. Конечно, мы за это все переживаем. Решение судебное принято все. Мы здесь находимся. Ну, кроме как, я не знаю, какое-то погазовать, что ли, после того, как уже решения судов состоялись, показать себя тут хозяином, потешить своему самолюбию, польстить. Ну, по-моему, страны Павла Николаевича Грудинина. Но у меня больше нет никаких предположений. В довесок к перебитому в начале года электрокабелю сегодня рабочие срезали весь блок питания здания, демонтировали электросчетчики. Сотрудники ЗАО совхоз имени Ленина считают, что они здесь полноправные хозяева. На все резонные доводы о том, что это не так, демонстрируют полный правовой нигилизм. Недавно вышло постановление суда о том, что здесь на законных основаниях находится Центр культуры Ленинска. Я не верю в ваши суды. Ну, это же официальный документ законодательный. Как может суд решить о том, что договор за 2020 год пролонгируется на 2021 год? Если он не расторгнут, то так закон устроен. При всем этом беспределе сотрудники Центра культуры продолжают преподавательскую деятельность. Творческие кружки сейчас размещаются в других помещениях, поэтому дети имеют возможность заниматься любимыми хобби. А в вопросе, какая судьба ждет привычные помещения для занятий, благодаря Павлу Грудинину теперь нет никакой определенности. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.